И последние трассы Алданского центра спортивной подготовки привлекают не только российскую лыжную команду, но и зарубежные. Уже второй год подряд на лыжной базе тренируются китайские спортсмены. А в этом году впервые в Алдан прибыла сборная Южной Кореи. С подробностями Татьяна Вахнина. Сильнейшие спринтеры, перспективные юниоры и ветераны лыжного спорта проводят совместные тренировки на трассах Алданского центра спортивной подготовки. Впервые в Южную Якутию прибыла национальная сборная Кореи. По словам старшего тренера корейской сборной, заслуженного мастера спорта России Михаила Девятьярова, пока подготовка оставляет желать лучшего. И на вкатку возлагаются особые надежды. Принял команду, посмотрел, что результаты слабоватые у них. У них в этом году азиатские игры будут проходить в Саппоро, в Японии. Поэтому они у них являются главенствующими. И поэтому вся подготовка построена на них. Лыжники из Кореи проведут в Алдане две недели. Сложность в налаживании контакта со спортсменами для тренера представляет языковой барьер. Выручает виртуальный переводчик Google. В целом тренировки проходят плодотворно. За несколько дней до заезда лыжников из Кореи Алданский центр спортивной подготовки принял членов китайской юношеской сборной. В Южной Якутии ребята проводят тренировки второй год подряд. Лыжников приветствовали представители местной власти и сильнейшие спортсмены Алдана, а также творческие коллективы села Хатыстыр. Члены сборной из Китая отметили, что самое теплое гостеприимство встречается на северной земле. Я приезжаю уже во второй раз здесь и у нас в Китае температура примерно одинаковая, так что привыкли и все нормально. В настоящее время в Алдане тренируются команды Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Дольше всех в Южной Якутии пробудет китайская сборная. Тренировки лыжников из Поднебесной запланированы на 40 дней. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.